Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Барселону ФК24. Сегодня в серии нас ждет завершающий раунд групповой стадии Лиги Чемпионов. Мы уже обеспечили себе выход, но, ребята, хотелось бы обеспечить себе еще и пятую победу, чтобы, так скажем, уверенно быть на первом месте. Сегодня выйдет побольше молодых ребят на поле, ну а вы, ребят, поддержите все это дело своими лайками. Также пишите комментарии, ну а если здесь впервые, подписывайтесь на канал. По ссылочкам в закрепе залетайте в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований, все будет под рукой. Там же ссылка на мой твич-канал, где у нас проходят стримы, и ссылка на второй канал с прохождениями у названия Фандом Лига, там мы проходим различные сюжетные игры. Ну и сегодня нас также ждут пару матчей в чемпионате. И в следующей серии уже открывается трансферное окно, возможно, мы кого-то приобретем. Может быть, кого-то купим уже, так скажем, за делом на следующий сезон, посмотрим. Как видите, у Порту и Антверпена, с которым мы играем, у них решается, кто же выйдет со второго места, ну а также, кто из них выйдет в Лигу Европы. У Шахтера уже шансов нету. И заодно посмотрим после этого матча, кто вообще выходит в 1-8, с кем нам предстоит там встретиться. Давайте посмотрим быстренько на состав соперника. Вот так вот он выглядит, довольно такая плавающая статистика. Две победы, два поражения, одна ничья. Ну а вот состав нашей команды. Сегодня Рокки на острие атаки, Феликс и Торос по краям. Сегодня также у нас выходит Кубарси и Кристенсен в центре обороны. Ну и, ребята, поехали. Нам нужен какой-то универсальный крайний защитник, который мог бы играть и справа, и слева, потому что, ну, иногда и Бальде устает, иногда Канцелу. Понятное дело, что справа может выходить Кунде, но все-таки мне он нравится, честно, больше в центре обороны. Паре с тем же Арауха. Ну а насчет Кубарси, вот многие тоже просят его почаще выпускать. Я смотрел некоторые карьеры ребят зарубежных, которые за несколько сезонов, даже выпуская Кубарси, не смогли его шибко сильно раскачать. То есть медленно-медленно парень качается, и поэтому сейчас он у нас только лишь как, скажем, резервный защитник. Ну а дальше будем смотреть. Сейчас Жао Феликс забегает по левому флангу. Передача в центр. Ну а вот здесь Педри что придумает? Пока на коротке раскатываем Гюндаган. Снова Жао Феликс. Здорово убирает соперника Феликс, смещается к центру, а вот здесь можно ударить, но уже накрыли. Жао Феликс пытается тоже доказать нашему главному тренеру, что он хочет, хочет играть в Барселоне. Но пока честно, вот скажу по игровым ощущениям, ни Феликс, ни Ферран Торос как-то особо не впечатляют. Многие спрашивают, почему я кого-то из них не выпускаю, или того же Рокки. Ну потому что посмотрите, сколько забивает Роберт Левандовский. И на этом, в принципе, все станет понятно. Ну а здесь Кубар Си пенальти привозит. Желтая карточка, мне кажется, слишком, слишком натянута здесь. Ну не было такого прям супер жесткого какого-то толчка. Ну вот посмотрите, и начал падать потом игрок. Ну и тренер нас тоже удивляется. И 11-метровый. 11-метровый удар. Ферштегин угадывает угол, но, к сожалению, не угадывает направление. Мяч летит под перехладину. И вот так вот выходит соперник вперед. Они играют у себя дома. Для них эта игра тоже очень важна. Так как они борются спорту. За выход в следующий раунд Лиги Чемпионов. Ну а у нас, к сожалению, пеночка в наши ворота. Ну сейчас, так скажем, эта игра от нас уже ничего не требует. Но проигрывать тоже бы не хотелось. И Кубар Си снова ошибается. И какая передача пошла за спину. Бюндаган. Здесь все спокойно. Хороший перевод на Канцеллу на правый фланг. Канцеллу сейчас с мячом. Пошла подача на дальнюю, но здесь очень спокоен. Вратарь хозяев. Гюндаган. Здорово. Выиграл мяч. А вот сейчас Гюндагану нужно бить в дальний. И он забивает. Вот здесь хороший прессинг уже со стороны нашей команды. Гюндаган мяч выиграл. По-моему, там был Жао Феликс, который подхватил мяч. И тут же быстро накинул Гюндагану на ход. Ну а Гюндаган слевой аккуратно посылает мяч под дальнюю штангу. А здесь Рокки. Хороший пас на Педри. И Педри полетел в атаку. Примерно та же ситуация, что у Гюндагана. Но Педри с левой не попадает даже в створ. Ну а теперь Бальде. Соревнование в скорости. Честно, мне иногда кажется, что Бальде как-то подзанизили скорость. И раньше он был побыстрее. Рокки. Ух, вот это гол, ребята. Вот это голище. Уже под занавес первого тайма Рокки попадает в дальнюю девять. Ну и здесь никаких шансов у вратаря. Просто ноль. А Рокки выводит Барселону вперед. Ну вот у него бывают хорошие моменты. Иногда он как-то неуклюже действует. Но вот здесь, посмотрите, Жао Феликс откатывает Рокки. Рокки из-под защитника. Из-под Альдервеллерда, по-моему, да? Классно пробивает в дальней. Это 2-1. По ударам пока всего 3-1 в пользу нашей команды. 2-1 по счету. Но хотя бы, ребята, больше голов, чем обычно. Перанторас. Мяч потерян. А вот здесь здорово Субименди. Пока он сегодня не заметен в этом матче. Играет на Рокке. Рокке залетает в штрафную. И он забивает еще один мяч. Это его дубль. И 3-1. И вот почему-то у состава, который у нас с большим количеством молодых ребят или сменщиков, которые выходят нечасто, получается забить больше, чем когда мы выходим вот прям суперосновой. Также, что еще хотел бы отметить, что касается Кимиха, которого многие ждут, он, ребята, уже перешел в арсенал. То есть, если мы будем его покупать когда-то, то из арсенала. Но сейчас, наверное, главная цель наша это все-таки Кави Симонс. Хотелось бы его увидеть в нашей команде. Иран Торрес. И снова классная передача на Рокке. Рокке залетает в штрафную. И Рокке делает хэт-трик. Рокке делает хэт-трик. Это немножко неожиданно. Он благодарит трибуны, но здесь Иран Торрес хорошую передачу выдал. Давайте Рафине вместо Торреса выпустим. Как-то Торрес сегодня он и был подуставший. Ну и сейчас уже во втором тайме отдал много сил, но голевой пас на его счету. А у Рокке хэт-трик. Пошел встречать сейчас соперника. И получилось выиграть. Рокке. Рокке получает передачу. Залетит мяч в ворота. Нет, прямо с ленточки его вынимают. Кубарси. Керк от него очень легко ушел. Передача на Феррана Торреса, на Жао Феликса. Тот прокидывает мяч дальше на Рокке. Ну и Рокке полетел. Ну что, покер будет? Покер будет, друзья. Даже у Роберта Левандовски пока это не получалось, но Рокке это смог сделать. Но сегодня высоко играет оборона. нашего соперника. И Рокке несколько раз очень здорово убежал. Хотя это мог быть уже даже не покер, а пента-трик. Единственное, в одном моменте Рокке не забил. Но он идет отдыхать. Я думаю, он уже заслужил вашего лайка. Кто хотел его увидеть, сегодня за 70 минут Рокке забил 4. Неплохую стеночку разыгрывает соперник. Кубарси встретил. А вот тут здорово. Левандовский шейф дальний. Но он тоже свой гол забивает. Это 6-1. Сегодня, ребята, Барселона в последнем туре Лиги Чемпионов показывает всю свою мощь. Ну давайте, Кунде выйдет вместо Кубарси. Тот подустал. Надо вообще посмотреть, кого еще можно поменять. У нас еще выходит Фрэнки де Йонг. Арауха. Кунде я решил, ребята, поставить в опорку сейчас, потому что там очень сильные Субименди и Гюндаган устали. Фенальти. Фенальти под самый занавес. Рафинья пытался аккуратно накинуть на дальнюю. Мяч попадает в соперника. И вот как эта игра началась с 11-метрового удара, так она, ребята, им и заканчивается. Ну и сам же Рафинья подходит к мячу. Берет разбег. Бьет поворотом. И ставит жирную точку в этом матче. Навешивает. Но мяч застается легко вратарю. И все. Финальный свисток. Мы проходим в 1-8. И посмотрим сейчас, кто еще окажется в следующей стадии Лиги Чемпионов. Итак, из группы А выходит Галатасарай и Мюнхенская Бавария. МЮ вылетает, даже не попадая в Лигу Европы. Группа Б Арсенал Севилья. Группа С Наполи Мадридский Реал. Группа Д Интер Бенфика. Группа Е Атлетика Мадрид и Лаоццо. Группа Ф Милан и ПСЖ. Дортмундская Боруссия третья. Ну а Ньюкасл всего лишь одно очко смогли набрать в такой вот группе. И Милан, кстати говоря, выдал очень хорошее количество побед. Всего лишь одна ничья и ни одного поражения. Группа G Манчестер Сити Лейпциг. Группа H Барселона и Порту. В ней мы тоже здорово сыграли, но у нас одно поражение есть, а так почти как Милан набрали. Ну и в принципе все. В чемпионате мы пока сравнялись с Атлетикой Мадрид. Вот так вот они тоже ошиблись, напроигрывали и в итоге у нас по 37 очков. Мадридский Реал идет третьим, но у нас игра против Валенсии. Мы едем в гости, мы в прошлой серии слишком много играли дома. Вот их состав 4-4-2 на удержании и у них такая довольно равная статистика последних пяти игр. Играют в Бейбегин, а у нас сегодня снова ротации. Сегодня, как видите, выходит Кунде на правого защитника и вот хотя у него есть возможность игры на правом защитнике, но он все равно минусуется на ПЗ на минус 1, а на ПФЗ у него минус 2. И вот как эта игра работает, не знаю. Сержи Роберто сегодня выходит слева, сегодня Ромео выходит в обороне, пока мы еще его не продали, Рафинья, Вильямс и Ямалия ставлю на ЦОП. Единственное, наверное, знаете, что сделаем? Мы поменяем вот так вот Рафинью и Вильямса. Ну и там на замене очень сильно устали ребята, так что будет непросто. Поехали. Вроде и играли резервным составом, ну так плюс-минус в Лиге Чемпионов, а через 2 дня на третий все равно команда не успела толком восстановиться. И вот как раз за счет этого у нас и возникают сложности в некоторых играх чемпионата, так как матчи идут очень быстро, а состав не успевает восстанавливаться. Ну вот поэтому и нужны замены, нужны люди в обойму, кто сможет подменять нормально, а кто-то может быть даже сможет выходить в старте. Прорывается все-таки в штрафную соперника, простреливает Ливандовский. Ну же, по пустым, Лева. Успел защитник ножку подставить. На Ямале играет. Какая техника на грудь. Головой подыграли. До Уильямса все-таки мяч доходит. Ливандовский смещается в центр. Справа есть Рафинья, в центре есть Ника Уильямс. Уильямс пробил в дальний, но мяч очень легко достался вратарю. И они как раз на контратаках могут поймать нашу оборону. Рауха. Нет никакого нарушения Ника Уильямс. Здорово. Стоять, стоять на ногах Уильямс. Френки де Йонг. Тоненькая на Роберта Ливандовски. Ну а вот тут в дальний исполнить. А вратарь уже сделал шаг. Он уже знал, куда будет бить Ливандовски. И отразил мяч на угловой Рафинья. Подача. И снова вратарь. Хорошая передача в центр. И здесь тоже момент удар. И уж не знаю, если бы мяч летел в створ, вытащил ли Виттерштеген этот мяч. Передача в центр. Френки де Йонг. А вот он уже прошивает как надо. 29-я минута. Френки де Йонг выводит Барселону вперед. Кто-то там молится за воротами. Это, видимо, болельщики Валенсии. Ну и вот то, что у Ливандовски не получилось, получается у де Йонга. Здорово. Шьет под перекладину. Вратарь не дотягивается. Это 1-0. Тоненькая передача на Ливандовски. Он пытается скинуть соперника в Ливандовске. Залетает в штрафную и забивает второй. Роберт Ливандовски забивает второй гол Барселоны. И оборона Валенсии начинает трещать по швам. Ну и вновь одна хорошая передача, одно хорошее действие Ливандовски. Ну и дальше на исполнение с его рейтингом, с его показателями, ну в таком моменте просто не имеешь права промазать. Там конечно мог вратарь спасти, мог мяч полететь рядом с воротами, но хорошо, что забили. И снова ошибается Валенсия, и тут же быстрый перехват, и это Рафинья играет снова на Роберта Ливандовски, и он уже полетел в штрафную, а он будет бить. Успевает накрыть защитник. Передача в центр, Фрэнки де Йонг ушел от подката, а вот второй подкат попадает по ноге де Йонгу, и РФ назначает штрафной, и начинаются замены еще до перерыва. Роберт Ливандовски, но тут конечно далеко, тут ребята далеко. Попробуем вот так может быть. Хороший выстрел, но знаете как в замедленном действии мяч слетел, у вратаря было куча времени, чтобы зафиксировать этот мяч руками, ну и у нас перерыв пока, 2-0 мы впереди. Ливандовский обхитрил соперника, набирает скорость сейчас правым флангом, Ямаль. Давай, давай, Ямаль. А он не бежит, он просто, ребята, не бежит. Вот кто-то мне рассказывает, нужно нажимать R1, чтобы твои партнеры забегали, вот сейчас я жал R1, и ничего не поменялось. Ямаль, ждет забегания Ника Уильямса, Уильямс набирает скорость левым флангом, забрасывает на Роберта Ливандовски, мяч до него не дошел, здесь снова Ямаль, Ника Уильямс, Ямаль, можно в центр сыграть, Ромео, Рафинья, и третий полетел. Ну и как раз за 10 минут до конца у нас замены сейчас будут, выйдет Бюндаган, выйдет Ферран Торос, там вариантов не очень много, кто может выйти, потому что очень сильные сменщики, уставшие, ну и здесь аккуратненько, и хорошо, вот тут офсайда не было, посмотрите, Рафинья выждал момент, ну и аккуратненько вонзил мяч в сетку ворот Валенсии. Бюндаган сразу же вошел в игру, и сразу ребята с хорошим отбором, Ферран Торос здорово посадил соперника на дальнюю, на Ливандовске, накрыл атаку соперника, это победа 3-0, это 3 очка, и сейчас посмотрим, что там ребята с игрой Атлетика Мадрид. Атлетика Мадрид тоже выиграли свой матч, у нас по-прежнему по 40 очков, Мадридский Реал пока еще свою игру не проводил. Ну а вот и прошел их 17-й тур, они тоже выиграли, 5 очков отставаний, в принципе первая тройка у нас уже вырисовывается довольно очевидной. Матч против Альмерии, мы играем дома, и ребят, вот такой состав выходит у соперника, они полны сил, неплохо провели 3 последние игры, 2 раза выиграли, 1 раз сыграли в ничью, играют по стандартному тактическому видению, ну а вот состав нашей команды, сегодня снова есть изменения, но я надеюсь, что у нас получится выиграть. Это последняя игра в декабре, уже в следующей серии у нас стартует Суперкубок, а также стартует трансферное окно, так что, ребята, будем смотреть. Многие, кстати говоря, хотели видеть также и Бернарду Силву в Барселоне, ну посмотрим, может быть, кого-то в это зимнее трансферное окно мы сможем приобрести, у нас как раз еще есть деньги. Очень жаль, конечно, что Гави вылетел на 3 месяца, его сейчас в центре не хватает. Дюндаган получает по ногам, Ферран Торос катит на Рокки, Рокки залетает в штрафную, нужно бить и забивать, он бьет прямо в галкипера. Хорошая передача на Феррана Тороса, Торос красиво, красиво, ребята, Торос укладывает слевой. Вот немножко, знаете, я начал их менять как-то на поле, давая игровое время, и они начинают раскрываться, то есть вот справа Тороса было особо не видно, а слева он забегает довольно неплохо. Может быть, иногда стоит делать вот такие вот виды изменения, как, например, Ямаль на ЦАПе, я не скажу, что он играл там плохо, он отнимал мячи, разгонял атаки, то есть как раз то, что и должен делать по сути ЦАП. Но в комментариях опять найдутся те, кто, ты ставишь их не туда. Действительно, живой человек же, он по полю умеет играть только в одном квадрате. А когда, например, фланговые нападающие становятся защитниками, или там игроки центра поля становятся оборонительными игроками, хорошо, отвоевали мяч, а вот здесь Ферран Торос, но молодцом, молодцом, тут же сразу продавил соперника, и еще одного качнул, и здесь уходит Ферран Торос, ну а с левой, в дальний, еще разочек, почему же ты правый-то бил, Юндаган, хороший пас на Тороса, Торос, скидывает двух игроков, Торос бьет и забивает еще один, ну я не знаю, вот на правом фланге Ферран Торос прям на эти активные Рафини действует, даже Рафини так не владеет мячом с этого фланга, посмотрите, как здесь он раз убрал одного, второго, и снова с левой в дальний, а мог уже быть хэт-трик, Тубеменди, и снова Ферран Торос, и снова он залетает в штрафную, и зарабатывает угловой, защитникам Альмерии очень сейчас сложно, Рокки, передача в центр, бьет Педри, и еще один угловой, вот как только наша команда ловит кураж, но ее очень сложно сдержать, Ника Уильямс, заскочил в штрафную Уильямс, пробил, но удар был заблокирован, и тем не менее, по скользкому газону мяч остается у нашей команды, очень бодро играет команда, пока не заметен в этой игре Рокки, но вот у нас так бывает, что в одном матче блистают одни, в другом матче блистают другие, Рокки, пас на Гюндагана, ждет он Уильямса, и Уильямс залетает между двух, просто как гоночный болид, проскочил между двух игроков Альмерии, ну а вот дальше забить не вышло, у нас Ромео выходит вместо Субменди, остается полчаса, как мы видим, Хаселу завил второй гол за мадридский Реал, они выигрывают 2-1, Альмерия в затяжной атаке сейчас, подача в центр, штрафной удар поворотом и 2-1, ну вот нашли свой момент, не смогли забить, теперь уже нужно поаккуратнее действовать, ну здесь Бальде, Бальде не успел, там и Кубарси был рядом, Альмерия активнее начала владеть мячом и пока, как-то знаете, вот в эти минуты даже отнять его не можем, ну вот сейчас здорово, передача на фланг на Рафинью, Рафинья, рядом Педри, Педри, мяч сохраняет, Педри, заскакивает в штрафную, выкатывает, ну же, Гюндаган, и Ферран Торос не успевает, ну и все, матч закончен, друзья, победа 2-1, сегодня мы смогли оформить три победы, конечно, от первого матча к третьему чуть-чуть так по наклонной шла игра, голов было меньше, здесь так вообще пропустили, но будем надеяться, что дальше игра будет идти у команды, ну а вы поддержите ее лайком, пишите комментарии, предлагайте футболистов, ну и не забывайте взлетать телегу на второй канал, на твич, все ссылки в закрепе, с вами был Локи, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok